Зарплата приходит, я сразу бегу в банкомат, чтобы снять зарплату. Потому что в любой момент меня могут арестовать и снять эти деньги. Всё началось два года назад, когда у мужчины судебные приставы заблокировали счета. Выяснилось, что у Сергея Филимонова есть долг в банке, который составляет 80 тысяч рублей. Вот только он никаких кредитов не брал. Вот все мои обращения, то есть все мои заявления, когда я к ним приходил. Я хожу к ним как на работу. В месяц я два-три раза бываю у них. И тогда выяснилось, что у Сергея есть полный тёзка с таким же именем, фамилией, отчеством и даже датой рождения. И самое комичное, этот человек живёт по той же улице в трёх домах от него. В мировом суде Сергею выдали документ о том, что у него действительно нет никаких долгов. И тогда судебные приставы разблокировали банковские счета. К оплате две судебных задолженности. Сумма 116 тысяч рублей. Но рано радоваться не стоило. На этой неделе у Сергея вновь заблокировали все счета. А на госуслугах опять высветился долг, но уже в 116 тысяч рублей. Фирма, которая выкупила этот долг у банка, перепродаст этот долг другой фирме. Понимаете, они выйдут опять в суд. Суд состоится. И опять выйдет моя фамилия, отчество. И опять это всё повесит на меня. Однако бездействовать Сергей не стал и уже написал заявление в прокуратуру.